У нас сегодня участники учебно-тренировочных сборов, которые проходили у нас в городе на стадионе «Шахтёр». С кого начнём? Давайте, с телекомпаниарис Константин, начинайте. У меня вопрос, наверное, к действующему чемпиону, да, Дмитрию Валерьевичу. Будет ли какая-то на следующих соревнованиях дополнительная нагрузка на вас ложится? То есть дополнительная ответственность, как защита чемпиона мира? Ну, сейчас у нас первые соревнования – это суперлига команды, чемпионат России. Вот, и здесь на меня такая не сильная ответственность несёт, потому что у нас новый сейчас регламент, четыре человека будут выступать за команду, все четыре человека будут нести очки в команду. То есть от одного человека не зависит. Ну, и полуфинал-финал, там будет борьба у нас, ответственность есть. У меня главный вопрос, знаете, он меня давно волнует. Какая основная проблема сейчас существует у современного мотоспорта? Одна из основных проблем. Я скажу, наверное. Проблема, наверное, финансировая, как и все виды спорта, стала меньше уделяться внимания по России в целом. Закрылась система ДОСАВ, которая была как бы кузницей подготовки молодых спортсменов по военно-техническим прикладным видам спорта, в частности, мотокросс. С мотокросса всё и начинается. Первые шаги делаются и в мотокроссе, потом либо он выбирает с гонки на льду, либо гонки на гарию дорожки, либо остаётся в мотокроссе. Поэтому нет финансирования, нет государственных клубов таких. Все получаются или АНО, или, скажем, нет таких именно государственных предприятий. Поэтому и финансирование, естественно, нет. В частности, это коснулось Башкирию. Я, как являюсь выраженцем города Уфы, в предцентре Микадырова, тоже на сегодняшний день отсутствует финансирование. Непонятно, будем мы выступать, не будем выступать. Закрылись летние спидвей в Октябрьске, в Салавате, которые гремели на всю Россию. Были команды, представляли в командном чемпионате России. Поэтому основная причина – это отсутствие финансирования, скажем так. То есть, практически спор зыждется на энтузиазме, получается? Да, да, да. От родителей многое зависит. Родители помогают своим сыновьям, где-то что-то приобретают. Ну, в основном, раньше это все было специализировано. В советское время на каждый регион были поставки. Там, хочешь, не хочешь, ты получал все мотоциклы. Даже в Южной республике, там, Азербайджан, Узбекистан, получали ледовые мотоциклы. Это была разнонарядка единая по Советскому Союзу. Радиоарис, по поводу денег. Вы говорите, ну, на только на родителях не сможет же держаться спонсор. Нет, конечно. Куда основная масса? Спонсоры? Где деньги берете? Было, это все идет по накатам. Нас финансировали довольно-таки прилично, нормальных доставок. Ну, вот на сегодняшний день, я говорю про сегодняшний день, финансировали, скажем, неудовлетворительно. Добавлю, все клубы финансируются из бюджета. Это либо региональный, либо местный какой-то муниципальный бюджет. Но в связи с удорожанием того же евро, мы запчасти все покупаем за евро, соответственно, подорожало в два раза, и количество запчастей уже не можем покупать, такое количество, как покупали раньше. Из-за этого сокращение штата, спортсмена. А вообще-то дорогой вид спорта? Сколько, по сравнению с другими, ну, приходится тратить денег на экипировку, на прочие, на сборы? Ну, все познается в сравнении. С Формулой-1 нет. С бегом, думаю, да, дорогой? С футболом популярны, медийные такие виды спорта. Ну, хоккейный футбол – это командный вид спорта. Там, соответственно, количество человек и больше всего расходы. Опять-таки, кто выступает в Суперлиге, там, премьер-лиги, кто в высшем дивизионе, кто в первой лиге, во второй. Тоже ротация у них, там, команды тоже. И, соответственно, финансирование. А если дети захотят заниматься, да? Ну, популяризируется в том числе и среди детей. Сколько родителям нужно денег? То есть я вот захотел отдать своего, да, там, сколько мне нужно первоначально, там, что им купить? Мотоцикл, там, внести какую-то сумму? Тут зависит, наверное, от города, от команды. Например, Тольятти. Вот я представляю, я менеджер клуба Тольятти. У нас дюстыша занимается этим. Родители ни копейки не вносят. Это выделяется бюджетом мотоцикла, выделяется экипировка. И начинается начальная подготовка детей. И потом уже в группу спортивного совершенствования отбор идет оттуда. Предлагаю вопросы переместить в сторону спортсменов. С 25-го, по-моему, числа у вас сборы проходили здесь у нас в городе. Волею судьбы у нас стадион находится вблизи с телекомпанией. Мы видели, как подготовка льда была, как она шла. Сначала у нас стояли сильные морозы, потом у нас дождь пошел. Но это не могло, наверное, не отразиться на качестве льда. Насколько продуктивным вообще для вас оказался этот сбор в этом году? Может быть, какие-то замечания будут к организаторам сборов? Ну, в принципе, сборы прошли у нас, как и в те годы. В принципе, я думаю, что хорошо. Конечно, погода внесла свои коррективы. У нас два дня не было тренировок, потому что плюсовая температура была. Но потом все-таки погода наладилась, лед заливали. Мы ездили 4 тренировки подряд. 4 тренировки подряд, да, общие 7 тренировок получилось. Ну, я думаю, что для спортсменов этого хватило, потому что дольше уже и не получится. И уже тоже надо начинать готовиться гонкам, потому что в эти выходные уже гонки. Вот, поедем домой. А что касается организации, в принципе, у нас тут отель рядом, зал в отеле, столовая, питаемся. Здесь все хорошо. Я думаю, конкретно за всех не буду говорить. Для меня сборы прошли хорошо. Игорь Вячеславович, вы какие впечатления, может быть, скажете о сборах? Хорошие впечатления. Все подготовили. Готовы гонки. А может быть, сейчас к тренерскому составу вопрос будет. Говоря о том, что, возможно, показательность ли это? Как раз на сегодня плане. Да, да, да. Оказалось, что ты... Во-первых, здесь местная власть у вас, милиция, скорее всего, ОВД. Без гонку, без зрителей тоже как бы проводить, тоже не интересно спортсменам. Но и все это организовывается. И организаторам нужен какой-то все равно, какой-то прибыль с милетов. Поэтому милиция категорически запретила, потому что стадион является аварийным состоянием. Если уже признали в аварийном, значит, все, никаких мероприятий, связанных со зрителями, проводить нельзя. В связи с этим, скорее всего, гонка не состоялась. Ну, у нас были такие заезды по таблице, в принципе, все нормально. Ребята в соревновательном режиме проехали все тренировки. А как вы вообще оцените готовность спортсменов к соревнованию? Ну, я думаю, что ребята подошли к пику своей формы. Не совсем, так скажем, но на процент 90 подошли. Сейчас у нас начинается официальное соревнование. Это команды на чемпионат Суперлиги. Вот в следующие выходные. Затем полуфиналы личного чемпионата России. И самое ответственное соревнование – это будет 24-25 декабря в городе Тольятти. Финал личного чемпионата России. По итогам которого определяется состав сборной для участия в чемпионате мира. Как в личном, так и в командном. Также определяется один спортсмен на чемпионат Европы. Еще один спортсмен у нас определится. Будет он победителем первенства России среди юниоров. Это будет позже соревнование. Поэтому декабрь самый такой, это основной. И я хочу добавить, что у нас уже третий год подряд в Кумертал проходит сборная России. И сама организация сборов и отношение к нам. Это, я скажу, что очень прилично. Хотелось бы выразить огромную благодарность представителям спорткомитета. Это Харидину Ринату Ингельевичу. Также ветерану советского спорта. Мастер спорта международного класса Наил Курбановичу Галиабирову. Который днял, вечеровал, ночевал. Все делал для того, чтобы мы спокойно выезжали и тренировались. Если будет возможность, то мы с удовольствием приедем и на следующий год. Если они примут решение проводить здесь сборы. У меня вопрос к Дмитрию Хамецевичу. Дмитрий, как настроение после Берлина? И, собственно, мне интересно было. Вот вы пропустили несколько здесь тренировок. Ну, в связи с этими мероприятиями. Не сказалось это никак на спортивной форме. Я приехал 30-го часа числа. Сдержался, ездил на награждение. Приехал замечательно. В настроении. Вот. Ну, я провел до этого пять тренировок у себя дома. То есть, знал, что я пропущу тренировки 3-4 пропущу. И хотелось наверстать дома. И позволили погодные условия у нас в этом году. Очень рано наступила зима. Мороз был сильный. Мы потренировались. И, ну, приехал как бы с ребятами, в принципе, и не отстал ничем. Покатался. Еще пять тренировок проехал. Все хорошо. Я вот наблюдал за вашими тренировками. Очень много спортсменов были недовольны качеством льда. Так это или нет? Да, как бы нет. Все равно все зависит от погодных условий. Это качество. Организаторы заливали по возможности. Что могли, то и делали. А как бы есть у всех свои, не знаю, там, привилегии. Не привилегии, какие-то там требования ко льду. Но для всех он одинаковый. Не так чисто личные, как сказать, хотелки у каждого, какой лед должен быть. А так все в идеале было. Особенно к ранние дни, когда ударил мороз. В любом случае падений из-за качества льда не было. Ни одного травма, ничего даже. Поэтому все корректно, аккуратно. Все понимают, что это учебно-тренировочные сборы. Надо ездить еще и пухой. Да, да, да. Как полет нам метить. Вы думаете, за рубежом мы приезжаем. Мы иногда за рубеж приезжаем, там намного... Можно и по снегу ездить, можно и льда не быть там, понимаете. Но надо ко всему быть готовым. Во всяком случае, шипы у нас целые. Обычно бывает, когда лед уже вырабатывается, там до земли, до асфальта добираются. Уже шипы там загибаются уже. Ну, здесь... Там появилось в одном месте проплешин, но это было, когда оттепли было. Все. Когда я наблюдал за заездами, Николай Красников такую мысль сказал. Раньше было так. Завел мотоцикл и уже полностью Диан Пацанов набегал. В этот раз, по-моему, ну, зрителей что-то было мало, да? Как вы думаете, вот с чем это связано? Это падение интереса к мотоспорту? Ну, молодец, пускай. Может быть, что не знали, что... Именно здесь, на учебно-тренировочных сборах, раньше было много народу? Каждый год, мне кажется, не было никого. Да, просто реклама какая-нибудь была бы, что сборная тренируется, и ребята бы пришли. Ну, и тоже как бы опасно их пускать, потому что там нет охраны. То есть смотреть, чтобы они не выбежали на трек. Я думаю, из-за этого, что еще не было рекламы, не знали бы. Какую-то рекламу надо все равно проводить. Ну, что сборная как-то тренируется. Ну, и мы еще тренируемся с утра, получается. У нас в 11 часов была тренировка. Все, наверное, в школах. А таких, как бы, школы все равно никто не будет пропускать, чтобы пойти посмотреть тренировку. Сборы проходили на базе стадиона «Шахтер» и на базе вот мотоклуба «Сапсан», который у нас в городе. Ну, тоже на общественных началах, ну, благодаря Нарею Курпановичу он держится. Как бы молодежь приходит, интересуется этим спортом. Какие советы будут для молодых людей? Вот, правильно говорят, спорт достаточно дорогой. Если так посмотреть, и экипировка, и мотоцикл все это содержать нужно. Ну, вы в свое время тоже пошли в этот спорт. Наверняка никто вам там полол денег не дал, чтобы вы занимались. Вот с чего начать, с чего не бояться – секрет успеха по очереди. Давайте, Дмитрий Валерьевич, нас вас. Я считаю, что надо идти, не бояться. То есть приходить, что-то, какую-то основу, мотоцикл дадут, форму какую-то начальную дадут, ну, одеть шлем, самое главное, мотоботы и перчатки. Вот, и научат ездить ребят. Потому что у меня сын занимается, ему 6 лет, так же все, я прохожу это. Что не все же пришли в моем мотоклуб, нам все сдали, там, новое, там, модное. Вот, так же потихоньку начинаешь покупать, там, сам что-то закупать, и тренируешь, и все. Я считаю, что надо приходить ребятам и пробовать себя так иначе. Если ты не придешь, не попробуешь, как ты будешь знать, что все получилось, а у тебя не получилось. Должна быть любовь, наверное, к железному камню, жажда снова урасти. Да, ну, те ребята, которые ближе тянутся к мотоспорту, то есть находят их на мотоцикле прокатиться, попробовать, как газ открывается, как он кричит, мотоцикл ржет. Я думаю, надо просто, это все, да, кто любит мотоспорт, они придут попробовать. Кто в футбол, хоккей, они идут в футбол, хоккей, там. Да, желание, желание надо, чтобы мотоцикл понравился. Добавлю немножко. И надо, чтобы внимание администрация уделяла. Потому что надо куда-то приходить. Это не куда-то, чтобы тот же Сапсан существовал. Надо какую-то поддержку со стороны спорткомитета, администрации, не знаю, там, правительства республики. Что-то, чтобы шевелилось, чтобы на какое-то финансирование было так иначе. Приходить в пустой гараж. Нету смысла. Детская школа, чтобы... Да, чтобы... Ну, в принципе, у вас техника для детей была подарена, по-моему, да. Она и есть. Это Кая, китайский мотоцикл. Это самые те мотоциклы, на которых можно начинать учиться. Он тяговитый такой. В общем, к нему непринужденный. Там можно ездить, научиться. В первые азы можно на нем проходить. Кстати, у вас есть хороший мальчик, Данил Ларнавский. Он в 65 стал чемпионом Башкирии и Кубок Башкирии выиграл. И участник чемпионатов России. Тоже большой будущий. Если он будет... Ну, там родители помогают, конечно. Но, правильно, как бы, так скажем, есть все данные, чтобы дальше расти. Раис Петрович, а вообще вот золотой век башкирского спиджей, он уже прошел и еще будет? Я думаю, нет, он с 50-х годов. Это большая плеяда гонщиков. Начиная с Кадыров, Шайнуров, Плеханова, Самородова, Дудорина, Чекранова. Но это большой список гонщиков. И вот, кончая Николаем Красниковым, заканчивая, скажем, который на сегодняшний день является двадцатикранным чемпионом мира. Восемь раз в личном и двенадцать раз в команде в чемпионате мира. Я думаю, что спорт и есть, существует, живет, будет жить. Но все зависит от поддержки правительства. Коллеги, завершающие вопросы, пожалуйста. Если нужно, вернемся к конкретике, к сборам, которые прошли к тренерскому составу, вопрос у меня. Фавориты вы можете каких-то выделить? Изменили ли в вашем понимании вот этого вот нынешнего сбора, который только что прошел? В этом году, судя по этим сборам, подтянулось очень много, скажем так, молодых спортсменов. Уже не юниоров, но молодых подтянулись к фаворитам. Фавориты это, скорее всего, по фамилиям, это тройка призеров чемпионата мира. Это Хамецевич, Колтаков, Иванов, Кононов. Вот это прошлогодние участники чемпионата мира. И в этом году на сборах неплохо себя показали Толокнов, Сайдулин, Валеев. Вот юниор Чичков, он же юниор еще. Башкирский юниор Чичков тоже очень хорошо показался. Я думаю, будет чемпионат России интересный. Потому что примерно на одном уровне стали уже ехать. Выделить-то кого-то сейчас просто невозможно. Явных нет, подтянулись. И все примерно более-менее на одном уровне. А где больше наград ожидаете? Командному или личную задачу? Ну и там, и там мы планируем. Как всегда у нас одна задача – золото личного чемпионата мира и золото командного чемпионата мира. Также чемпионат Европы на международной арене. Вы имею в виду, да, спрашиваете? Только золото у нас. Серебро для нас – это уже неудача. Мы тоже не будем иностранных гонщиков унижать. Но в Ридзе пройдет. Да, 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 да. Поэтому у них и вот видели же молодой швед приехал тренироваться. И был немецкий гонщик вместе с сыном Гюнтер Бауэр и Лука Бауэр. Они же все прекрасно понимают, что надо тренироваться с российскими гонщиками, чтобы хотя бы тренироваться, чтобы почувствовать ту скорость, на которую и наши ребята едут, и они. Но они тоже были чемпионом мира. Тоже много иностранных гонщиков в свое время там. Поэтому со счетов. Может, у них тоже какой-то самородок появится и стать чемпионом мира. Поэтому надо ухо в остро держать. Коллеги, спасибо большое. Спортсмен, ну, по завершающему кругу, может быть, слова благодарности и пожелания принимающие сторонники? Да, всем большое спасибо. Хорум. Большое спасибо за тренировки. Было все супер. Мне понравилось. Сборы прошли на высшем уровне, как обычно. Все готовы. Спасибо. Повторяю, спасибо благодарность организаторам. Все было здорово. Супер. Питание, бытовые условия, мотопарк, трек, бассейн, тренажерный зал. Критический фок предоставляли в любое время. Оздоровительные мероприятия, там, сауна. Все, все. Как бы большое спасибо организаторам. Мы готовы. Если составится на следующий сезон, мы готовы приехать, как всегда, дружненько. Спасибо большое, уважаемые спортсмены, уважаемые тренеры. Успехов вам, спортивных результатов. Коллеги, вам тоже спасибо за участие в пресс-конференции. Спасибо.